То есть очень важно здесь контролировать плотно рукава. Ногу свободную, которая контролирует дистанцию, я пробиваю сверху над его рукой и прямо между ног хватаю за таз стопой и тащу на себя свое бедро и колено ровно настолько, чтобы соперник сделал шаг дальней ногой. Тащу на себя, он выполняет шаг и моя задача подхватить эту ногу. Схватить ее можно как изнутри, так и снаружи, как вам удобно будет. Подхватываем, уходим немножечко на бок и бросаем соперника за счет ножниц ногами своими. Очень важно не отпустить вот эту руку. Если вы отпустите момент свипа, эту руку он не упадет, он просто упрется. Поэтому нужно быть уверенным очень в этом захвате. И начинать свип только в том случае, когда вы в захвате уверены, что будете держать. Как только свипанули, дальнюю ногу в упор. Здесь подхватываем штанину, голову в грудь и делаем лом. Стоя подсюда, проходим еще разочек. Уверенные захваты обязательно за рукава, сверху над рукой, за таз стопой и делает шаг соперник на меня. Можно подхватить изнутри, можно снаружи, как вам удобно. Ухожу на бок отсюда и этой ногой, нижней ногой, я цепляю под коленным сгибом его голень, нижнюю часть. Верхней ногой толкаю соперника в подколенный сгиб и заставляю соперника просто встать на колено. Какого-то эпичного броска здесь не обязательно выполнять. Нам нужно просто выйти снизу наверх. Сразу же выпрямляем ножку, это для давления. И лонгстерд. Еще разок. Свободную ногу сверху, на себя. Подхватили немножко на бок, ножницы, ручку натягиваем. Здесь подхватываем штанину, голова в грудь, делаем кросс-пейс и лонгстерд. И сразу же отключаем таз для того, чтобы соперник гард не восстановил еще разочек. Раз, два, три, на бок, ножницы. Ось? Ось.